Я родился в деревне Крюки. Я там вырос, я учился в школе. Я бегал там босиком. Так вот, деревне Крюки самое сильное загрязнение в Белоруссии. Там волосы дыром стоят и щелкают от радиации. Вот я был там недавно, еще раз. Надо самому увидеть. Я понял, что я потерял родину, навсегда потерял, понимаете, надо прочувствовать. Помнить, когда ты босиком бегал, здесь жил, и видеть совсем не то, и понимать, что ты это уже никогда не будешь. Ты навсегда это потерял. Так мы все потеряем вот так, понимаете. Я это понимаю. Не только Крюки, не только Брагнис, а на всю страну, всю планету, понимаете. Мы технологическая цивилизация. Запомните это. Ведь нефти меньше и меньше, газа меньше и меньше, урана все меньше и меньше, а проблем все больше и больше. А жить хочется все лучше и больше. Не откажемся мы ни от света, ни от телевизора. Должен быть новый этап. Мы предлагаем вынести индустрию, энергетику в космос. Закрыть рудники, шахты, похоронить сети электростанций, потому что они на Земле не нужны. Что? На обыкновенном колесе? Ну, не совсем на обыкновенном. Хотя бы потому, что диаметр его 13 тысяч километров. Так, чтобы это колесо охватило экватор. Вы что, извините, сумасшедший? К сожалению, не я. Вот он. Одного запуска. Ротора будет достаточно для выведения в космос миллиона тонн грузов. Так это он сумасшедший. Да. Анатолий Эдуардович Юницкий. Инженер из Гомеля. Кстати, насчет сумасшедших. Было время, его тоже считали не в своем уме. Это и Алковского. Константина Эдуардовича. Представьте себе. Любая идея, опередившая время, поначалу кажется бредом. Зато потом воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Анатолий Эдуардовича. Анатолий Эдуардовича. Потрясающее зрелище. Посмотрите, какая мощь. Да уж, мощь. За 30 лет в космос выведено 10 тысяч тонн груза. Поразительно. Поразительно? Да за 30 лет эти 10 тысяч тонн перевезет одна единственная лошадь. На то же расстояние 300 километров. Но это вы приземляете. Смотрите на ракету просто как на транспорт. А как на нее смотреть? Времена романтической космонавтики прошли. Меня призвали в эту многоразовую космическую систему как профессионала. Но я вижу тут там просто дремучий лес. А морально посылать человека в ту систему, которую вы создаете. Мы и так уже натворили. Ого-го. Сколько за время своего существования. Поэтому я приветствую этот проект, который действительно является хоть какой-то альтернативой. Значит, естественно, здесь достаточно специалистов, которых найдут и слабые места в этом. Это естественно. И это просто необходимо для того, чтобы что-то существовало. Значит, это никуда от этого не денешься. Приветствую как и энтузиастов, так же и скептиков. Даже, может быть, скептиков в большей мере, потому что они заставляют чесаться. Энтузиастов. И слава богу, за это им большое спасибо. Пускай хоть их больше. Вот видите, даже космонавт и тот поддержал проект Юницкого. Игорь Волк. Узнали? А где это он выступает? В Гомеле. На всесоюзной конференции по безракетной индустриализации космоса. Что значит безракетный? В космос без ракеты, что ли? Это как Баба-Яга в ступе с помелом? Э, нет. Баба-Яга с помелом это как раз принцип ракетного двигателя. А вот ковер-самолет, например, это уже нечто другое. Скорее антигравитационный корабль. Ну, это все сказки. Согласен. Ну, вот вам более реальный проект ракетного транспорта. Космический лифт. Выводим спутник на геостационарную орбиту. Выводим, опускаем оттуда трос, цепляем к нему обычную кабину лифта и готов космический транспорт. Правда, ни один трос не выдержит. Но это уже детали. Или электромагнитная пушка. Из пушки на Луну, помните? У Жульверна. Только выстреливать будем груз с помощью электромагнитных сил. Вот все это и обсуждали вы участники конференции в Гомеле? Да. Извините, но это что-то из барона Мюнхозена. Барон Мюнхозен плохо знал физику. За счет внутренних сил, а рука вот этой, этой внутренней силы, нельзя переместить в пространство центр массы. Я говорил о том законе сохранения движения центра массы. Нельзя. Вот видите? Нельзя. Но если центр массы неподвижен, то перемещение возможно. А именно на этом эффекте основан принцип к центру Земли. Теперь уже летающая тарелка. А хотя бы и так. Обыкновенная летающая тарелка, которая под действием силы тяжести летит к центру Земли. И что же она там делает в центре Земли? Останавливается, оказавшись в ней усомости. Теперь мысленно увеличьте тарелку до размера больше земного. И оставьте от нее один обод. Этот обод тоже будет висеть в ней усомости. Так как центр его массы совпадает с центром масс Земли. Вот вам и колесо. И вот так очень просто человечество получит новое космическое транспортное средство. И к тому же не забудьте, общепланетарное. И все очень просто. И все очень просто. И все же у меня, извините, накопились вопросы. Вы слишком много курите. Мне так легче думать. Итак, вопрос первый. Ну-ну, как будет увеличиваться ваша летающая тарелочка, или обод, или колесо? Здесь реализованы законы физики на уровне седьмых-восьмых классов. Регулятор УАТ-то, помните? Смутно. Ну как же. Если вращать шарики, то по действиям центробежных сил они начнут расходиться. Причем чем больше скорость, тем дальше друг от друга они расходятся. Если очень сильно разгонять шарики, то вот здесь, в середине, металл не выдержит. Потому что самые большие центробежные силы возникают в центре массы. Что же касается сил инерции, то они напротив, наибольшие на периферии. Там, где самые большие линейные скорости. Уберем середину, не менее полезную для нас. А чтобы шарики не разлетелись, заключим их в кольцо-трубу. В трубе шарики будут вращаться уже с помощью электромагнитных сил. А чтобы избежать сопротивления воздуха, внутри трубы создадим вакуум. А шарики будем удерживать с помощью магнитных подвесов. Дадим трубе такую конструктивную возможность расширяться, увеличиваться. Сделаем ее из телескопических соединений. Под действием центробежных сил труба начнет удлиняться, расширяться. И в конечном счете оторвется от земли. Почему становится транспорт транспортом? Почему автомобиль едет? Потому что отталкивается от дороги. Благодаря тому, что он взаимодействует с дорогой, он пылит, он газит, выхлопные газы, он вреден. И масса экологических проблем создает автомобиль, да? Почему самолет летит? Потому что он взаимодействует с воздухом, с окружающей средой. Поэтому инерционный след и разрушение зонного слоя и так далее. Почему летит ракета? Потому что она выбрасывает продукты горения в окружающую среду, в атмосферу. Закройте сопла, завяжите в мешок ракету. Полетит? Нет. Почему полетит антиградационный корабль? Я не знаю, как он устроен. И никто из вас не скажет, как он устроен. Но я знаю одно, что он будет взаимодействовать с гравитационным полем, потому что он антиградационный корабль. А основную часть гравитационного поля, гравитирующая масса, это магма, это недра. Кора земная, она тоненькая. Так вот, антиградационный корабль, выключая гравитацию, будет влиять на недра Земли. Такого там наворочат, что этот линокан и все прочее, это семечки будут. Видите, какой бы транспорт я ни взял, есть колоссальное взаимодействие с окружающей средой. Но он опасен, и проблемы экологии вылазят. Но если при выходе в космос положение центра масс системы не будет менять положение в пространстве, то мы можем использовать внутренние силы для выхода в космос. А поскольку будут использоваться только внутренние силы системы, то эта система будет экологически безопасной. Потому что наружу не будут выбраться ни энергии, ни химические продукты, ни что-то иное. Потому что это будет внутренней системой заключено. Широкомасштабное освоение космоса надо, значит, с того, что там необходимо, в первую очередь, построить заводы, фабрики, электростанции. Для этого туда надо доставить сырье и материалы. Туда надо миллионы тонн, не один год, выводить сырье и материалы. Сырье и материалы укладываются вот здесь, поверх эстакады, вдоль нее идет путевая структура. А здесь, упрощенно, в масштабе один к одному, показана эта путевая структура, которая выведет миллионы тонн грузов в космос. Доставляемый в космос груз упаковывается в трубу диаметром 100 миллиметров, трубчатый ротер. Все это укладывается в вакуумный канал, который идет поверх эстакады, тоже охватывает землю. Затем с помощью магнитного подвеса и линейного электродвигателя этот груз разгоняется в канале до скорости 10 километров в секунду и выпускается вместе с вакуумной оболочкой в атмосферу. Разогнанный груз через час, расширяясь, проходит через атмосферу и выходит на расчетную орбит. Ну, с точки зрения физики седьмых-восьмых классов, тут все в порядке. Но это же невозможно практически. Возьмите хотя бы эстакаду вокруг экватора. Да на всей Земле не хватит бетона, чтобы ее построить. А в плотину с районной Шушенской ГЭС вложили 10 миллионов кубометров бетона. Этого бетона достаточно для строительства всех опор эстакады. Одну лишь плотину. Как? Бетона одной плотины хватит на всю эстакаду? Да. Представьте себе. И, наверное, вас интересует также, хватит ли металла. Пожалуйста. Сейчас в мире 500 миллионов легковых автомобилей. Из этих легковых автомобилей можно построить стену по акватору высотой 75 метров. Это нас не пугает. А эта ажурная стакадная, 115 метров. Ажурная, неспешная. С металлом, ясно? А энергия? Сколько ее надо, чтобы поднять в космос это колесо с грузом в миллион тонн? Такой пример. Из Сибири в Европу, вот у Редмой-Ужгород, газопровод. Насколько я помню, мощность перекачивающей станции 15 миллионов киловатт. А есть 15 миллионов киловатт мощности позволило бы вывести в космос полтора миллиона тонн грузов. Это современная космонавтика такое количество грузов вывело бы за полторы тысячи лет. Этого в достаточности строится, допустим, солнечные электростанции, мощностью 100 миллионов киловатт. Это мощность 20 Санна-Шушенской ГЭС или 20 Чернобыльской ГЭС. Десяти запусков ротора достаточно, чтобы развернуть космос энергетику в течение года буквально, превышающую современную энергетику. Солнце, это ж подводный реактор термоядерный. Пять миллиардов лет, ни одной аварии. И еще пять миллиардов будет без аварии работать. Ну что, сомнения рассеялись? Не совсем. Слишком все это грандиозно. Здесь нет ничего невозможного. Это самое интересное. Чем больше масштабы системы, а вот как раз проект общепланетного транспортного средства, он, так сказать, наиболее масштабный вариант таких вот безракетных транспортных систем, чем больше масштабы такой системы, тем проще технические решения, которые мы должны использовать, чтобы реализовать эту вещь. Многие из вас, наверное, знакомы с заявлениями, что наступила пора повзросления, что сейчас эти вот планы, наивные, так сказать, мечты о быстром освоении космоса, о его заселении, о его индустриализации, они сейчас ушли в прошлое. И вот такие вот резюме появились, что человечество сейчас не располагает ни материальными, ни техническими ресурсами, чтобы провести эту индустриализацию, что все это пока такие вот сказки способны воплотиться в жизнь для будущих поколений. Но вот что интересно, если мы рассматриваем проект общепланетного транспортного средства с технической стороны, то мы обнаруживаем, то есть оказывается, наша цивилизация давно накопила потенциал, который мог бы быть реализован при нашем положительном усилии для превращения ее в космическую. Это проект, который можно реализовать на многие десятки лет вперед. Он в процессе реализации может выдавать промежуточные результаты, которые будут уйти в проект. Цели мы, конечно, не достигаем пока, а поэтапно мы выдаем промежуточные результаты и уходим. И вот на этих промежуточных результатах мы работаем с молодежью. Вот такие проекты, они сами по себе проекты с завтрашнего дня, а может быть и послезавтрашнего дня. То есть можно найти цель каждому. Каждому найти цель. А вот они, понимаете... Каждая личность. Да. Каждая личность может здесь найти себе какой-то достаточно большой кусок работы и приложить свои силы. Наша программа, она очень красивая, я так понял, это рассчитано на жизнь одной поколения. Но дело в том, что кроме экономической существует политическое противостояние. И уже опыт показал, что можно быстрее решить экономическую, техническую проблему, чем политическую. Я думаю, индустриальные страны, они ближе, США, Япония, понимание этих проблем. Там работает экономика. Ну давайте, смотри, безусловно, все эти политические проблемы не существуют, они очень устро стоят. Ну давайте возьмем, допустим, США. Они отдают, допустим, «Звездные войны» в СОИ триллион, в два раза больше, чем это стоит. Почему? Программа СОИ очень наукоемкая программа. И даже если она не будет реализована, то они, отдав туда огромные средства, подключив туда интеллектуалов, ученых, специалистов, они получат колоссальное количество решений. И все это сразу окупится. Так? Но ведь конечный продукт «Звездных войн» в СОИ, он не дает благ людям. Но что может дать лазер рентгеновский, который будет лететь на орбите? Или перехвачив? Это мероприятие триллион, понимаете? Эта система даст такую прибыль, триллионы, которая все окупит. Я экономическую сторону дам. При этом, идя к решению этой проблемы, вот эта система, она еще более наукоемкая, чем «Звездные войны». И сюда должны предупредить такие вот талантливые люди, как вы молодые талантливые люди. Должны все это разработать, и все это пойдет в народное хозяйство сегодня, а не завтра в светлом будущем. Разумнее было бы сейчас действительно искать, понять, понять интересы военно-промышленного комплекса, именно экономические. Потому что он получает действительно большие прибыли. Понять и заранее закладывать вот эти вот крупные проекты. Вот, допустим, фирма «Макдональд Дуглас», она выпускает самолеты, ракеты там, или «Боинд». Ну почему бы, почему же ее производственные мощности сейчас бы не направить, скажем, на вот этот вот проект Юницкого? Или, если, скажем, американская фирма разрабатывает сейчас, какая-то военная фирма разрабатывает электромагнитные пушки, почему бы ее не подключить к электромагнитному подвесу? Или фирма «Бэтчелл», военная фирма, занимается строительством военных аэродромов, почему бы эти все средства, почему бы колоссальные прибыли не получать от этих бетонных опор, которые планируются для этого проекта? Это же ведь была бы стройка века. Ну в этом, конечно, есть определенная логика. Но? Но ведь кроме логики есть еще и политика. Будущую политику будет определять новое мышление. Общемировая ситуация складывается таким образом, что очень скоро, может быть, через десятилетия, производство вооружения просто может оказаться позорным явлением для того же самого рабочего, ученого, конструктора и тому подобное. С другой стороны, ситуация складывается таким образом, что ребром стала проблема действительно выживания человечества. И представим себе вот ту часть буржуазии, которая не менее сильна в экономическом, политическом плане, допустим, в США, которую тоже волнует. Они же ведь живые люди, в них семьи, и они ждут детей, внуков и тому подобное. Посмотрите внимательнее. Возможно, это утро новой ступени нашей цивилизации. И заря этой новой эпохи загорается здесь, в Гомель. Ну, этого и напрасно. Чем Гомель хуже Калуги? А вот и сам автор проекта, Анатолий Юницкий. Уверенной походкой он направляется в свой офис под названием «Звездный мир». А, быть может, этому зданию суждено войти в историю? И оно ждет этого момента с 1849 года. И мало кто догадывается, что именно здесь проектируется будущее всего мира. Анатолий Юницкий. И все же хотелось бы услышать подробнее об этом будущем. Ведь в городе не пройдешь осенью, все прерывно. То, что труба прожевела, ее достают, что потом новую заложить, через пять лет, чтобы она прожевела, опять достали. А если мы сталь получим в космосе, то трубу можно на тысячу лет положить, и можно не доставать. И выплавив сталь там, мы получим сталь, свойство которой будет в десятки раз лучше, чем на Земле. И нам она будет выплавлять, допустим, не 150 миллионов тонн стали в год, как сегодня, а 15 миллионов тонн. До сих пор все технологии являлись разрушающими. Даже если это созидающая технология, она обязательно разрушала или окружающую среду, или что. Данная концепция, фактически, это первая концепция, ну, как бы сказать, она экогенная. В чем это хочу сказать? Несмотря и в том числе, как и вывод в космос, заводов и тому подобное, есть еще один аспект. Это вот, не знаю, вы пока еще не говорили, то, что при выводе АТС в космос, в качестве балласта может использоваться жидкий кислород и сбрасываться в верхних слоях атмосферы. То есть возрождать, возрождать, опять-таки, да, оболочку, озоновый слой. То есть это первая в истории, фактически, экогенная технология, порождающая. Самое главное, это то, что мы сумеем построить на орбите заводы. И вынести все технологии из нашего дома, с Земли, в космос. Там источники сырья, там чистая солнечная энергия. И вот так вы собираетесь вынести в космос все? Все. Все-все? Все-все. А что в таком случае останется в Земле? Очень многое. Чистый воздух. Чистая луга, пастбище, чистые реки, моря. КОНЕЦ Мы же с вами воры, понимаете? Мы живем за счет наших будущих поколений. Самым натуральным образом забираем то, что не нам положено. Мы же свое, между прочим, многое уже уничтожили без всяких, так сказать, без зазрения совести. Можно цитату? Да. На книге Института Всемирной Вахты, которая занимается глобальными проблемами, написано, мы не унаследовали Землю от наших предков. Мы ее берем взаймы у наших потомков. Вот, видите, как будем отдавать долги. Ну, что вы молчите? Знаете, этот проект... Что? Неосуществим? Да нет. Просто... Что? Слишком грандиозен. Ну, вообще-то да. Хотя... Что хотя? Да нет. Ну, надо же, в конце концов, подумать. Подумать? Подумать надо. Думайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будь милостей в нам, укрепи нас в правоверии силы Твоею. Заблуждающим же просвети разумные очи Светом Твоим божественным, Да уразумею Твою истину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...